Выезжая из парковки, женщина обнаружила в своем автомобиле застрявшего котенка. У машины тут же скопилась целая толпа. Сотрудники соседних магазинов, прохожие пытались помочь бедолаге коту. Не сумев самостоятельно извлечь из-под машины испуганное животное, прохожие вызвали спасательную службу. Для сотрудников МЧС случаи спасения животных бывают, но редко. Несмотря на это, со своей задачей спасатели справились. Для того, чтобы извлечь кошку из транспортного средства, наш сотрудник освободил некоторые детали трансмиссии, благодаря чему получилось освободить эту кошку. Она была в достаточно глубоком месте, и для этого потребовалось применить инструмент и разобрать часть подвески автомобиля. Пока спасенный заложник автомобиля приходил в себя, один из свидетелей происшествия узнал в потрепанном животном кота, которого видел на фото с объявлением о пропаже. Просмотрев объявление еще раз, очевидцы нашли хозяйку питомца. Сабрина Запорожан в бездомном покалеченном котенке узнала своего любимца Мотю. Он потерялся чуть меньше недели назад. У него подбородок серенький вот тут. Он вот этим не отличается. Раньше его сами хозяева назвали Дартаньяном. Но как-то Дартаньяном как кота. И мы назвали его Мотю маленький нож. Папа вышел с ним на улицу, буквально разговаривал с соседом. Он забежал под машину, он боится всяких звуков. И вот папа развернулся, не увидел. И Мотю куда-то убежал, видимо, слышал какой-то звук. И после этого мы не могли его найти. Мы обыскали все дворы, все подвалы нигде. Вот сейчас спасибо, что позвонили большое. Такого поворота событий не ожидал, пожалуй, никто из свидетелей происшествия. Рядовая спасательная операция вылилась в добрую историю о потерявшемся котенке. И главное, что у этой истории по-настоящему счастливый конец. Сабрина повезла своего любимца к ветеринарному врачу. Уже позже стало ясно, что коту ампутировали хвост. Но главное, говорит счастливая хозяйка питомца, что Мотя жив и, наконец, вернется домой. Субтитры создавал DimaTorzok